Всех рад приветствовать на канале CryptoCommons. И сегодня будет очень интересный видос от Олеси Орастани, который я перевел специально для вас. Он там гораздо лучше меня все вам объяснит, что сейчас происходит на рынке. Мы посмотрим это видео буквально через минуту. В целом, вот да, мы видим, конечно же, вот такой вот дамп по биткоину. И я надеюсь, что вы не запрыгиваете на хаях с большим плечом. И если это делаете, то пользуйтесь стоп-лоссами как минимум, чтобы вас не смыло. И те, кто зашортил, конечно, всем поздравления. Опять же, передвигайте стопы без убыток, либо соблюдайте риск-менеджмент, короче говоря. И в общем, да. Ну а всем тем, кого ликвиднуло на этом, я просто в чате читал мои соболезнования, что учитесь соблюдать риски. Если вы ищете хорошую биржу, чтобы диверсифицировать риски и не хранить все на одном бинансе или там на битмексе, то я вам крайне рекомендую заценить биржу Femex, потому что у них очень много крутых фишек. Ну, во-первых, у них спот торговля, то есть без плеча, с нулевыми комиссиями по проподписке. И абсолютно с нулевыми комиссиями вы можете торговать всеми вот этими монетами, которые сейчас тут у них представлены. А также контракт трейдинг, то есть с плечом, торговля деривативами, биткоином, эфиром, риплом, линком, тезусом, лайткоином, золотом даже. Кардана, биткешем, компаунд, DeFi монетки они добавили, Wi-Fi у них есть, компаунд, даже Uniswap у них есть, с плечом до 50x, сколько дот. Так что ознакомьтесь, биржа замечательная, также есть суперфункция брекет-ордеры, ордеры за склопками. Сейчас появится видос сверху, я делал по этой теме. Да, плюс вы получите дополнительные вступительные бонусы за первые депозиты. И также в чате Femex Russia проводятся еженедельные конкурсы. Вот сегодня, кстати, среда сегодня, традиционный еженедельный прогноз цены. Вот, вы можете здесь написать свой прогноз. Два варианта. Какая цена будет у биткоина в пятницу вечером? Если вы попадете, то вам на счет начисляют трейдинговые бонусы. Также у них еще сейчас конкурс мемов идет. Вот такой вот мем я сделал про то, что всегда нужно использовать стоп-лоссы. Ну, довольны, а Femex, вы поняли, что биржа офигенная. Если вы заинтересовались, то ссылочка в описании видео. Ну, поехали к видео, Олеси у Растани. Привет, чуваки, это Олеси. Надеюсь, у вас все ништяк. И давайте взглянем на биткоин. В сегодняшнем видео я дам вам апдейт на ситуацию по биткоину после этого пробоя, который мы только что видели выше этой трендовой линии. Так что мы посмотрим на этот график и также на вот этот график, который очень интересный. Давайте начнем с графика биткоина здесь. Ну, во-первых, я хочу заметить, что вот этот прорыв наверх выше трендовой не был тем, чего я ожидал. Честно говоря, я не ожидал этот пробой выше этой трендовой. В предыдущем видео я как раз высказывал некую вздержанность и некоторые сомнения по поводу этого пробоя, по поводу шансов на пробой. Но, конечно же, биткоин это сделал, и мы подошли очень близко к предыдущим хаям 2019 года. Буквально несколько сатошек не дошли до туда. И вопрос в том, что же это значит для биткоина сейчас, то, что мы пробиваемся выше этой ключевой восходящей формации. Во-первых, я хочу ваше внимание обратить на следующее. Вы помните, наверное, что из предыдущих видео я выражал некую настороженность в том, что эфир не лидирует здесь. И даже сегодня, как вы видите, эфир все еще ниже 420 долларов, что является сильным уровнем сопротивления. Кто не видел предыдущее видео, посмотрите, я тоже делал перевод Олесевского видео про эфир и биткоин. Очень интересная корреляция. Сейчас оно появится сверху, тыкните туда обязательно. Поставьте на паузу этот видос и посмотрите предыдущий. Он очень важный. И следующая вещь – это фондовый рынок. Начал валиться просто безбожно вниз. И, конечно же, у нас была вчера раскорреляция небольшая, но сейчас мы видим корреляцию. И вы видите, что волатильность идет наверх, пробивает крышу. То есть индекс страха или индекс волатильности сейчас пампится. Также я говорил о том, что если волатильность пробьется вот из этого канала, то мы увидим большие движения. Так что многие вещи не сходятся сейчас с восходящим биткоином. Еще раз, фондовый рынок, эфир, показывающий слабость. И вот мы смотрим на биткоин, и также вот корреляция между биткоином и сток-маркетом. Мы видим, что было очень много позитивной корреляции между S&P 500 и биткоином. Но посмотрите на это. В середине октября эта корреляция пропала. Вот, видите, в середине октября биткоин начал пампиться достаточно сильно. Сток-маркет начал наоборот дампиться. То есть обратная корреляция пошла. Когда я вижу что-то такое, я начинаю обращать внимание на возможности здесь. Какие у нас тут возможности? Это может быть временное ослабление корреляции, то есть расхождение между корреляцией биткоина и фондового рынка. И второй вариант, который мне кажется более вероятным, это то, что один из этих графиков, фондовый рынок или биткоин, врет сейчас нам. То есть, грубо говоря, они не оба сейчас правдивы, а один просто нас обманывает. И непонятно, то ли сток-маркет говорит нам правду, то ли биткоин. Так что тут надо сохранять спокойствие, внимательно следить за рынком, что дальше будет. Может быть, конечно, такое, что корреляция совсем разойдется, но я думаю, это менее вероятно сейчас. И также, вернувшись на график биткоина сейчас, и пробой, который мы видели вот буквально только что, вот у нас трендовое сопротивление, и вот у нас пробой выше нее, который случился вчера. И посмотрите, сегодня, сегодня мы уже вернулись обратно, и тестируем эту трендовую. Итак, у нас случился откат, и мы ретестируем трендовую в тот момент, когда я записываю это видео. И вот нижняя точка этой недели. Понедельник, 12800. И это будет важный уровень. Обратите внимание. И вот еще на что хочу, чтобы вы посмотрели, это недельный график. И здесь мы должны быть очень терпеливы, потому что в зависимости от того, как закроется эта неделя, другими словами, как закроется вот эта свеча, недельная свеча, я думаю, это даст нам очень много информации о будущем движении. И сейчас я объясню вам причины, по которым я не торгую такого рода пробои, потому что, смотрите, мы видим восходящий трендовый паттерн, подобие восходящего клина. И я бы хотел высказать некое предостережение в плане таких паттернов. Я не люблю становиться экстремальным быком, когда цена вот так вот пробивается в восходящем паттерне через трендовую линию. Потому что обычно после этого не случается хэппи-энда. Обычно, статистически говоря, пробои через восходящую трендовую чаще они проваливаются. Вот биткоин в 2016. Посмотрите, в 2016 тоже у нас была восходящая трендовая, и мы ее пробивали, и даже у нас было немножко продолжения, как вы видите. Но потом посмотрите, что произошло. Мы вернулись, протестировали ее, и после этого упали ниже нее. И посмотрите внимательно, после того, как мы вернулись протестировать ее, мы уже не смогли зафиксироваться выше. Мы протестировали ее как сопротивление, и упали сильно ниже. И вот в сухом остатке, что я хочу видеть. Когда мы пробиваем такую трендовую, вернувшись в 2016 год, мы ждем ретеста этой трендовой, и после этого мы смотрим, отскочили ли мы и пошли выше. Нет. Что произошло, когда мы опустились ниже нее, мы провалились дальше. Посмотрите сюда, это 2017 год. Опять, посмотрите, трендовая, восходящая трендовая, и опять же, цена пробивается выше нее, здесь, немножечко там задерживается, и дальше, смотрите, и снова это оказывается ложным пробоем. И как я вам говорю уже, статистически эти пробои чаще всего ложные. Мы снова падаем, и снова, сразу, как только цена пробивается ниже и остается там, то мы знаем, что это выглядит не очень хорошо, и мы уходим еще ниже. И цена проваливается сильно вниз. Так что вот такой вот сценарий. Давайте я вам покажу еще пример, где было все хорошо. Вот в 2013 году вот у нас был пробой выше этой трендовой, как вы видите, восходящей трендовой. И посмотрите, что произошло дальше. Мы вернулись обратно к ней и отскочили от нее, не провалившись в ней, и отскочили выше, и пошли сильно выше. Так что вот такой вот брейкаут, вот такой вот пробой, с ретестом ее как поддержки, и после того, как мы удержали ее как поддержку, это был не ложный пробой, и это позитивный бычий знак, который увеличивает шансы на то, что мы пойдем сильно выше. Но это не происходит часто. Вот 2013-2014 года. Опять посмотрите, восходящая трендовая. И вот опять же мы здесь статистически, видите, по шансам, шансы и возможности того, что мы пробьемся и попрем дальше, они реже, гораздо реже, и вот здесь мы тоже провалились и пошли вниз. То есть это был ложный пробой. Так что вот такая вот история, ребят. И вот мы вернулись на наш график снова, недельный, на наш недельный график снова, и я стараюсь все это делать просто. Сейчас, да, мы пробились выше, но теперь мы вернулись назад и тестируем снова эту трендовую. На дневках, вот, когда я делаю это видео, мы ретестируем эту линию, вот у нас пробой, вот у нас ретест трендовый. И вопрос в том, отскочим ли мы от нее сейчас или провалимся. Если цена удерживается выше трендовой, и также удерживается, естественно, выше недельных минимумов. Так что я хочу увидеть, как цена удерживается выше трендовой, выше недельных минимумов, и тогда мы поймем, что быки все еще контролируют ситуацию. Но, теперь большое но, если до конца недели биткоин закрывается ниже трендовой, и мы не видим никакого бычьего, бычьего поглощения этих красных свечек, если биткоин проваливает попытку остановиться выше трендовой, и проваливается ниже этих недельных лоев, еще раз вспомните, что статистически пробои через такие трендовые чаще всего не заканчиваются хэппи-эндом. Они обычно проваливаются, типа как ложные пробои. Так что шансы и возможности, я думаю, что если цена все-таки окажется в конце недели ниже этой трендовой, и ниже вот этих лоев недели, то знаете, ребят, в таком раскладе у нас, скорее всего, это увеличит шансы того, что мы увидим гораздо большую коррекцию. Это важно. И еще раз, мой более вероятный сценарий, что мы увидим здесь коррекцию куда-нибудь как минимум к нашим средним скользящим, вот этим 12400, 12000. И еще раз, я ничего пока не говорю, давайте наблюдать внимательно до конца этой недели. Если цена сможет удержаться выше этой восходящей трендовой и выше недельных минимумов, если мы сможем отскочить внушительно, то тогда это будет окей. Возможно, у быков все-таки появится сила, чтобы поднять цену выше. Но еще раз, ребят, хочу повторить, базируясь на том, что я видел в прошлом, чаще всего, когда мы видим пробои вот этой восходящей трендовой, это просто ложные пробои. И чаще всего они заканчиваются эпик фейлом. Поэтому, ребят, мое личное мнение, не финансовый совет дисклеймер, что, скорее всего, вероятнее мы увидим, что биткоин пойдет тестировать с новой поддержки в район 12000. Я думаю, что это гораздо более вероятно. Но, опять же, мы должны ждать, пока цена к концу недели подтвердит то или иное движение. Вот такая вот тема. И кто еще не видел видео про корреляцию биткоина и эфира, обязательно посмотрите его. Ну и, в общем, да, вот такой вот видос от Олесио. Вроде как есть у нас небольшой отскок. Я лично все еще аккумулирую альты, которые еще сильнее просели. Не финансовый, конечно же, совет дисклеймер. Но я торгую Dash к BTC, который очень сильно упал. Откупаю отскок вот этот. Биткэш, кстати, к битку уже пошел хорошо. Посмотрите, обратите свое внимание. Вон какой отскок дал. Отыграл вчерашнее падение. Я жду по Dash вот что-то такого. Stellar тоже пошел, кстати, уже вроде сегодня. Wi-Fi провалился ниже битка, наконец-то. Поздравление всем, кто шортит Wi-Fi. Это дерьмо, по идее, идет еще гораздо ниже. Ну, сейчас, конечно, шортить уже опасно. Ждем хорошего отскока, и потом можно зашортить. Но не финансовый, опять же, дисклеймер. Доджкоин по 19 Сатоши тоже, я считаю, что это подарок. Я лично взял Long Dogecoin к биткоину. Но тут смотрите сами. Фонда сыпется, все рушится. В общем, не знаю. Сейчас, конечно, можно урвать что-то на такой волатильности, но в целом лучше переждать. Олесь все правильно говорит. И направить свои силы на более что-то такое. Ну, также не забывайте подписаться к нам в Телегу, кто еще этого не сделал. У нас там работает бот, раздающий Dash. Для этого нужно просто активировать бота. Вот в закрепленном сообщении все ссылки, все, что вам нужно знать. И вот вы просто добавляете бота, MyDashWallet, друзья, нажимаете старт, и у вас должен быть юзернейм в Телеграме. Какой-то юзернейм. И все. Бот сам вам привязывает кошелек Dash и начинает раздавать монеты. Вот. Какие-то такие дела. Но также еще хочу, конечно же, напомнить, что на Bybit осталось буквально два дня, чтобы получить дополнительные бонусы. Вся инфа в описании видео и в закрепленном комментарии. Вот такие вот депозит-бонусы по промокоду CryptoCommons в течение двух дней еще действительны. Также рекомендую вам регистрироваться на бирже Dudex. Это молодая биржа. На ней пока только биткоин, эфир и линк торгуются. Но линк торгуются с нулевыми комиссиями. То есть реально вы ни мейкер, ни тейкер, фи не платите вообще. Я лично сэкономил уже у его тучи средств на этих комиссиях, честно по ощущениям. И вам рекомендую. Ссылки в описании. Также дополнительный депозит-бонусы. Первые депозиты вы получите. Очень неплохая биржа. Ну какие-то вот такие вот дела. Подписывайтесь на канал. Если вы еще не, ставьте лайки, пишите комментарии. Ждем вас в телеге. Вот. Всем профитных сделок. С вами был Фла-Ла-Ла. Из Крыма. Удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok